Наталья Евгеньевна Бажанова В 20 исследовании более 400 статей Наталья Бажанова оставила не только масштабное творческое и научное наследие в таких сферах, как международные отношения и экономика, востоковедение, политология, педагогика, общественная и практическая дипломатия, история и публицистика. Человек удивительных душевных качеств Наталья Бажанова щедро дарила множеству знавших ее людей дружеское участие, делилась опытом, знаниями, сердечной теплотой. Все эти люди сохранили яркие и благодарные воспоминания о встречах с Натальей Евгеньевной. Наш фильм – это собрание таких свидетельств, искренних и проникнутых и любовью, и глубочайшим уважением к Наталье Евгеньевне, недавно ушедшей из жизни. Светлый мир Первое слово о Наталье Евгеньевне – воспоминания ее мужа, соратника и соавтора Евгения Петровича Бажанова, доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России. Евгений Петрович, Вы прожили вместе почти полвека. Что привлекло Вас в юной Наташе и что особенно ценилось Вами в ее характере в зрелые годы? Во-первых, она не менялась, вот как бы она была. Мы учились в одной группе академическом ГИМО в этом здании. Так что во время институтских лет и после, и до самых последних лет она была одинаковая. А главное, что у нее было, это, во-первых, ум, интеллигентность, шажда знаний, веселый такой нрав. Она все время смеялась, улыбалась, шутила и прекрасно относилась к людям. И пользовалась просто феноменальная популярность. Мы сейчас книгу готовим в памяти, там уже 130 статей от разных людей. Там и высокопоставленные есть лица, и в том числе и самые простые люди, включая, например, даже руководитель Следственного комитета Бастрыкина, где дает оценку ее трудам, ректор ГИМО Таркунов, второй человек в Казахстане, Такаев и так далее. И почти во всех статьях вот эта вот идея, что она потрясающе относилась к людям, всегда стремилась всем помочь, даже когда ее не просили. Наталья Евгеньевна была вдохновителем создания Корейского центра исследовательского дипломатической академии. Она человек очень креативный, человек, у которого много было идей, чисто организационных человек, который на самом деле сделал для нашей страны довольно много, потому что сближение экспертных сообществ, сближение ученых Южной Кореи и России, Российской Федерации, это был очень сложный, непростой процесс после долгих лет, так сказать, отсутствия нормальных взаимодействий, нормальных контактов. Поэтому для нас было очень важно как раз участие Натальи Евгеньевны, которую в Южной Корее знали, уважали, книги ее там печатали, и вот ее такое протежирование отчасти создания этого центра для нас оказалось решающим. Кроме того, Наталья Евгеньевна, человек, который очень много времени посвящал именно изучению концепции международных отношений. Она не узкий регионовед Корейльфея, это ученый, который очень тщательно и взвешенно анализировал ситуацию с международными отношениями. Уже после ее ухода посмотрели некоторые записи, и те записи, которые были сделаны ими совместно с супругом Сергеем Петровичем Бажановым, это совершенно отдельная тема, это прекрасный был научный и творческий тандем. Я имел с Натальей Евгеньевной, к великому сожалению, одну единственную такую встречу. Тогда я познакомился, и мы побеседовали как раз о истории дипломатических отношениях со странами Юго-Восточной Азии, в частности Кореи, конечно, и других стран этого региона. И она на меня произвела огромное впечатление, запомнилась ее такая светлая, выдающаяся личность. Конечно, она была выдающимся ученым, знатоком. Бажанова была одна из самых фундаментальных исследователей, работы которой признаны везде. Вы же понимаете, что Бажанова была один из самых. Она знала просто многие источники, которые до сих пор недоступны для научной общественности и широкого крова читателя. Вторая Наталья Евгеньевна была крайне скромным человеком, и в то же время она была исключительно заботливым человеком. О коллегах, о друзьях, о знакомых и так далее. Ну и третья, конечно, это колоссальная работоспособность. Колоссальная. Я не могу вспомнить, чтобы столько работ было написано, причем остается по-хорошему завидовать вот этому тендему с Евгением Петровичем Бажановым. И я считаю, что работы Бажанова еще недооценены, они прежде всего из-за тиража недооценены. Я считаю, что они должны иметь обязательно какой-то электронный ресурс, где они должны быть просто доступны широкому крову читателей. Вы знаете, вот с первого знакомства с этим человеком, в ней поражала совершенно потрясающая жажда жизни и интерес к жизни. Ей было все интересно. Она была удивительно таким пытливым человеком. Все, что окружало ее и в тех странах, где бы она ни находилась, она в первую очередь воплощала информацию об окружающем мире. И потом все это трансформировалось в огромное количество книг, интереснейших страноведческих книг, которые она написала вместе со своим мужем Евгением Петровичем. Эти книги, они и такой взгляд ученого на то, что она видела вокруг себя, и в то же время очень интересное и легкое чтение, познавательное. Действительно, вот как говорят для широкого круга читателя, это было интересно всем. И, конечно же, за этим стоял, прежде всего, и еще очень глубокий ученый. Наталья по праву считается, была одним из сильнейших российских кореевинов, специалистов по Корее, но и даже в более широком смысле по Восточной Азии, по региону Восточной Азии. Это регион, который тогда, когда она этим занималась, 20-30 лет назад, может быть, был не очень на слуху, был не очень известен. Но вот сейчас, в том числе и в свете последних событий на международной арене, регион привлекает в себе повышенное внимание. И сегодня, идя в Восточную Азию, мы можем воспользоваться вот те самые книги, о которых я говорил, Наталья Евгеньевна, почитать, посмотреть. Отношения к жизни и к людям, как правило, формируются очень рано. Еще в детстве, дома. Наташа росла в дружной московской семье, в которой царили любовь и уважение. Отец – морской капитан, человек в высшей степени принципиальный. Мама – врач, десятки лет работала на скорой помощи, а потом возглавляла элитный седьмой корпус в Боткинской больнице. В доме постоянно звонил телефон, могли позвонить и ночью, и Наташина мама садилась в такси и отправлялась к больному. Среди ее пациентов были разные люди, в том числе и знаменитости, такие как Олег Ефремов и Давид Ойстрах. Еще одним наиважнейшим Наташиным воспитателем была бабушка. Непререкаемый авторитет, суровый человек. Учеба и еще раз учеба, самая скромная одежда, никаких украшений, никаких вечеринок, никаких мальчиков. Так что влияние было разным. С одной стороны, супер-жесткая бабушка, с другой – отец, добрый по отношению к дочери, но принципиальный в политических и идеологических вопросах. И в-третьих – мама. Моторная, очень контактная, очень красивая. Это от нее Наташи достались ее светские таланты. Она, как и мама, всегда была душой компании. Как и мама, отличалась особенной отзычестью и добросердечием. Наша семья была очень дружной. Обсуждали все наши семейные дела и решали там многие вопросы. В том числе и поступление Наташи в МГИМО. Это был ее выбор института. Бабушка мечтала, чтобы она была журналисткой. Ну, Наташа поступила в МГИМО с некоторыми трудностями, так как МГИМО такой институт довольно закрытый, и нужны были связи или попросту плат, которого не было. Несмотря на то, что у Наташи была золотая медаль, ей предложили сдать один экзамен по выбору. Наташа выбрала сочинение. Это был ее конек. Она писала сочинение блестящее. Учительница русского языка даже часто называла ее маленьким Белинским. У меня с Натальей Евгеньевной была всего лишь одна встреча в этой жизни. Она как раз была практически год тому назад. И эта встреча навсегда останется в моей памяти и в моей душе. То, что меня поразило сразу, это ее живой взгляд, необыкновенные красивые глаза. И когда она заговорила своим мелодичным голосом, мгновенно расположила к себе, и от нее веяло какой-то жизненной мудростью, внутренней силой. И настолько она могла расположить к себе. Мы с ней поговорили, наверное, буквально 2-3 минуты. Но я шла под впечатлением, возвращаясь сюда в Академию, я шла под впечатлением и все время думала, какая она красавица. И духовно, и внешне. Что касается Натальи Евгеньевны Бажановой, я ее, конечно, скажем, не знаю, так как специалиста по Корее, поскольку я совсем другими вещами здесь занимаюсь. Она мне больше известна как человек. Мне очень приятно то, что она родилась в Баку. Я тоже родился в Баку. И в этой связи я считал всегда, что у нас какая-то есть такая, ну, как-то духовная, что ли, близость. Я с ней сталкивался здесь очень, так сказать, нечастно, но с большим удовольствием читал те книги, которые они писали вместе со своим супругом. Ну, что бы я еще ей сказал, когда я ее видел, она мне напоминала, то есть у нее такой был какой-то такой сдержанный аристократизм. Она была похожа, на мой взгляд. Вот это Елизавета Федоровна Романова. Она всегда была, как бы так сказать, на втором плане, но второй план оказывался такой гораздо важным и интересным, чем, так сказать, вот когда себя демонстрировали везде, где только можно. Корея. Генеральная тема карьеры и научного интереса Натальи Евгеньевны. Как она заинтересовала юную москвичку? Что успела сделать Наталья Евгеньевна на этом пути? В школьные годы у Наташи было множество разносторонних интересов. Она ходила одновременно и в физико-математический кружок МГУ, и в художественный кружок Пушкинского музея. Училась на одни пятерки. Ей прочили карьеру крупного ученого-физика, а она увлеклась Индией, захотела исследовать эту страну. Ее тянуло к изучению внешнего мира. Тогда многие в ее окружении были нацелены на МГИМО. И золотая медалистка стала студенткой этого престижного вуза. Корея возникла в 1964 году в связи с распределением по языковым группам. Наташу определили в группу корейского языка. Очень талантливая, упорная и дисциплинированная она сразу всерьез взяла за изучение этого сложнейшего восточного языка. А уже на третьем курсе начала его преподавать. Ей поручили вести группу первокурсников. И так получилось, что среди ее первых учеников, студентов, были те, кто в будущем стали послами и учеными. У нее учились десятки звезд нашей дипломатии и корееведения. Но системно такую преподавательскую работу не вела, поскольку жизнь такая была походная. Пришлось работать много за рубежом. В годы молодые, в годы зрелые уже. И я думаю, что именно это такая жизнь, когда была работа за рубежом, и вместе с тем была и следская работа, и позволили Наталье стать тем, кем она стала. Потому что она, я считаю, хотя не имела никаких дипломатических рангов, была прекрасным дипломатом, и при этом была совершенно замечательным исследователем. Поэтому, конечно, вот такие работы, исследования, которые вела Наталья, они были исключительно интересны. И у нее всегда была своя точка зрения, свое мнение по этому вопросу. И диапазон исследований расширялся постоянно. Она занималась и экономикой, затем занималась и проблематикой военно-политической, в том числе войной в Корее, вместе с Евгением Петровичем. Уже когда открылись архивные материалы, издавалась и публиковалась активно и у нас, и за рубежом, в Корее, в частности, у самой. Была там очень хорошо известна доктор нескольких университетов, почетный корейский. Но я бы сказал, что Наталья такая очень многосторонняя натура, и поэтому ограничиться только... Этой темой она не могла. И вот появилась целая серия таких путевых заметок, которые они вместе с Евгением Петровичем писали. Я знаю, что они работали очень дружно, и очень коллективно именно. Причем таких записок очень живых, и по языку, и по эмоциям, по впечатлениям. И я думаю, что тем, кто, положим, интересуется Францией, Италией, Китаем... Ну, я считаю, что прекрасные у них путевые заметки в Америке. Толстенные книги, но не надо пугаться, потому что вы откроете и увидите, что они хоть и толстенные, но читаются очень легко. И это даже книги, которые в отпуск можно с собой взять и с удовольствием прочитать. Конечно, их классические есть работы, которые связаны с политологическими исследованиями. Но это, конечно, уже специальная литература. Это не для отдыха, не для отпуска. И есть же целая книга, посвященная дальневосточным странам, проблемам. Многие книги, я уверен, они долго будут пользоваться спросом и интересом. Понятно, что сейчас литературы очень много, и все мы тонем в этом количестве. Но я, как читатель, в данном случае даже не как друг, а как читатель, рекомендую к этим книгам обращаться, потому что получить удовольствие, и главное, помимо удовольствия, будет и польза. Что вот для этой семьи характерно? Это умение очень дружелюбное, и вместе обранично смотреть на мир. И это, мне кажется, и на себя. Не только на мир, но и на себя. Потому что на ироничный на мир многие смотрят, но на себя мы зачастую... Ну и если говорить о таких личных, конечно, ощущениях, то Наталья была при этом очень добрым, лояльным, гостеприимным и хорошим товарищем. Мне не раз приходилось бывать у них гостей, а когда они за рубежом работали. Знаете, как важно тогда особенно было, когда тебя за рубежом кто-то опекает. Понятно, что мы приезжали, так сказать, и безденежные, и мало чего знаем. Я помню первый раз, когда я оказался у них в доме в Сан-Франциско, где Евгений работал в генеральном консульстве, консульному Наталье. Те дни, что мы были в Сан-Франциско, я был тут, практически все дни вместе с ними проводили, очень много они показали. И знаю, что масса людей благодарна им за китайские впечатления, за работу в Пекине, когда там ребята работали, и всегда были очень гостеприимными людьми, желающими открыть страну для тех, кто там оказывался в коротких командировках. Книг действительно по кореи не было? Книг не было, да. С вам на доступе вообще? Ну, по северной кореи, во всяком случае. Вот мы учились все по лекционным материалам. У нас был с Натальей прекрасный педагог, ее учила, она и нас учила. Нина Петровна Семенова, доцент. И, конечно, многое, что она рассказывала, было подчеркнуто из бесед, из архивных материалов. Хотя, в общем, должен сказать, что архивные материалы были все закрыты. Но, тем не менее, конечно, мы знали объективную картину, мы читали, естественно, и западных авторов, которые, кстати говоря, тоже не очень осведомлены были. Иногда то, что проходило, проходило Корею, по истории Кореи. Но, тем не менее, уже школы тогда появились, такие корееведения. Ну, особенно, конечно, после Корейской войны, потому что многие, кто участвовал в ней на стороне ООН, так называемой, они потом увлеклись корееведением, занимались, писали. И американцы, и австралийцы, и англичане. Ну, самая известная работа тогда были Скалопины, конечно, которую Наталья прекрасно знала и поддерживала с тем самым товарищеским отношением. И муж Евгений Петрович поддерживал эти отношения. И я в свое время с Скалопиной познакомился. У него были очень интересные работы по коммунистическому движению Кореи, вообще по этому периоду, в котором у нас вообще ничего не было. А мы занимались потом по двухтомнику. Он такой был фундаментальный, в истории Кореи. Но, естественно, такой, как только к современности подходил, он становился весьма своеобразным с точки зрения интерактовки. И поэтому, хоть Наталья была моим учителем на первом курсе. Я ее никогда не рассматривал как учителя, а всегда рассматривал как товарища с Евгением Петровичем. Мы многие годы дружим. У меня все книги Бажановых есть, они же мне их дарили. Уже, конечно, и есть личные библиотеки. Надеюсь, мои внуки будут их читать, которые подрастают и у которых есть интерес уже к становедению, так скажем. Я в этом уверен. Поэтому библиотека, библиотека любая создается ведь не только для себя и сегодняшнего читателя, но и для тех, кто за нами будет. Наталья Евгеньевна – это человек очень теплый, очень душевный. Человек, который всегда сопровождал своего мужа во всех его поездках, командировках. И сегодня, когда ее нет рядом с Евгением Петровичем, тяжело это осознавать. Я хотел бы подчеркнуть особый дар преподнесения того материала, которая излагается в ее научных работах по закрытым тематикам, в том числе и по тематике, касающейся непосредственно корейского региона. Мы очень сожалеем, что сегодня нет с нами Натальи Евгеньевны. Этот светлый человек будет всегда в нашей памяти. И очень жаль, что преждевременная смерть унесла человека, достойного дальнейшего полета по жизни в дипломатической работе, в экономической работе. И ее на сегодняшний день не будет хватать. Наталья Евгеньевна Бажанова, ее творческое наследие – это фактически национальное достояние России. Она педагог, она ученый, она эксперт с мировым именем. Достаточно привести несколько таких примеров, связанных с ее еще совсем юной творческой деятельностью, как педагога. Будучи студенткой МГИМО, Наталья Евгеньевна уже удосужилась в студенческие годы вести педагогическую работу. На мой взгляд, это редкий случай, когда руководство вузом может оценить всю ответственность и весь профессионализм студента для того, чтобы ему доверить педагогическую работу. И это знамя педагога, очень высокое знамя педагога, она принесла на протяжении всей своей творческой жизни. Наталья Евгеньевна была очень скромным человеком, но тем не менее, гордилась, что сразу после института написала книгу о северокорейской экономике. Хотя это было суперсложно, все архивы закрыты. Когда наш МИД запросил разрешение на то, чтобы она поехала в Северную Корею писать диссертацию по этой теме, то северокорейский посол официально ответил, материалов на данную тему нет. Поэтому нечего в КНДР ехать. Юная аспирантка ходила по московским архивам, с огромным трудом получая разрешение, делая выписки в секретную тетрадь, которую нельзя было вынести из архива. Защита диссертации в Институте Востоковедения была закрытой. Уже после распада СССР и нормализации наших отношений с Южной Кореей и изменения нашей политики в целом, Бажанова опубликовала монографию, написанную на основе этой диссертации. Причем южнокорейцы сразу ухватились за эту тему. В 1992 году книгу опубликовали у себя, на год раньше, чем она была издана в России. Публикация эта произвела фурор, потому что о северокорейской экономике ничего не было известно. Среди ученых, занимающихся этой проблематикой и в целом были лица в Южной Корее, в Японии, в Китае книга стала бестселлером. Я счастлив, что наши жизненные пути пересеклись. Я счастлив, что мне удалось общаться с человеком. И, как вы понимаете, речь идет об общении, прежде всего, научном, на площадках научных форумов, на конференциях, в стенах университета. И в то же время я не могу отсечь и разделить совершенно Наталью Геинну ученого и Наталью Геинну человека. Наташа красивая, статная, с ее знаменитой улыбкой всегда выделялась. Смотреть на нее было приятно. Во-вторых, Наташа отличалась от других членов нашей гильдии тем, что она не была завистлива. Вот Наташа всегда была готова помочь и помогала. И она ведь была удивительным ученым. Она столько, я не буду называть цифр, сколько она подготовила и аспирантов, и докторантов, и великих людей. И это, видимо, ей давалось как-то очень просто. Вот вы знаете, я вспоминаю Наталью Геинну, она всегда излучала из себя какую-то особую доброту, какую-то теплоту, какую-то человечность, особую, я сказал бы, по глазам, по ее улыбке, по умению обратиться к человеку. Ну, прежде всего, если говорить о профессоре Бажановой Наталье Геевне, надо говорить, что это исконная русская женщина в полном решении всех поставленных перед ней задач, то, что она перед собой ставила в жизни, она все задачи выполнила. Красавица, любящая людей, доброжелательна, умна, начитана, образована, еще раз скажу. Причем глубоко образована, не просто образована, глубоко образована. Она владела вопросами как и международных отношений, так и вопросами мировой экономики. Она владела вопросами и психологии, и вопросами общественных отношений, и межлистерственных отношений. Она была окружена всегда любовью, вниманием, и все, кто с ней общался, все говорили всегда, насколько умна, проницательна и глубока эта женщина. Наталья Евгеньевна Бажанова, светлая память оставила глубочайший след. Все ее знают как ученую с мировым именем, эксперта по Корее, южной и северной, дипломата, автора многих книг, об этом все уже много писалось и говорилось. Меня лично затронули ее личностные черты, а именно ее сильнейшая вера в Господа Бога, ее убеждения по жизни, стиль общения, стиль ведения переговоров. Для нас она всегда останется одним из ярких примеров, каким должен быть человек чутким, тонким и отзывчивым. Перед поездкой мы, во-первых, все справочники читаем, в том числе и те, которые вы называли. Делаем выписки, отмечаем, что надо посмотреть, на какие там черты их характера, обратить внимание, на их поведение. И когда едем, по вечерам садимся, и вместе, не важно, кто водит, ручка, и так далее. Вот все это записывалось. И вот мы сидим, она говорит, вот ты помнишь, вот тот, я записал, через пять минут она садится и так далее. То есть мы составляем список интересных вещей, потом вместе обрабатываем, потом кто-то пишет, второй читает, потом вместе редактируем. Более того, я и сестру свою привлекал, мы по громкой связи звоним по телефону, я читаю вслух, что у нас идет. И вот там сестра говорит, это надо убрать, это глупость. Жена говорит, нет, не глупость. И так далее. Вот таким образом, но должен отметить, что все заголовки такие, необычные, все придумала. Это ее, Это, например, Франция, да? И Квазимота, и Чапо Шанель. Теперь Восточный экспресс с остановками на Западе. Это все ее. Каждый раз, когда встречаешься с Наташей, тебя поражает вот ее какой-то внутренний оптимизм, ее внутренняя какая-то гармония, ее постоянная такая забота о людях. Естественно, в первую очередь я видела, что она проявляет и большую заботу о Евгении Петровиче. О Наталье Евгеньевне говорить и легко, и просто, потому что человека, равного ей, встретить было трудно. Я не буду говорить о том, что за человек она была в науке, потому что я не работала с ней в одном поле профессионально, и судить об этом я могла только по восторженным отзывам сотрудников Дип-академии. Но о том, какой она человек, я, конечно, могу сказать. Расхожая фраза, банальная, что Наталья Евгеньевна была светлым человеком, может быть, не скажет ничего. Это был удивительно красивый человек. Она просто красивая по голливудским стандартам. И когда я видела фильмы, которые снимал у нее Евгений Петрович, я была потрясена ее невероятной красотой и каким-то удивительным светом, который шел у нее изнутри. Человек настолько неноценный, многогранный, настолько самореализовавшийся в жизни во всех появлениях абсолютно. Умница, красавица, отличница, выпускница МГИМО, да еще корейский язык. Восточные языки очень трудные для изучения. И, как вы знаете, она уже с старших курсов уже преподавала корейский язык. Наверное, человек, который должен так много трудиться для того, чтобы и выучить язык, и прекрасно заниматься, ну, не должен был бы обращать там внимание на какие-то мелочи жизни. Но человек настолько полноценный, что все было при ней. Я не могу говорить о Наташ в прошедшем времени, это совершенно невозможно, смириться с этим немыслимо. Я сказал бы так, что Наталья Евгеньевна Петровна Бажанова это лучшие специалисты, лучшие знатоки Дальнего Востока, ведь это совсем другой мир. Это на наш взгляд, это что-то такое одно и то же, что китайцы, что корейцы, что японцы, а это разные цивилизации с глубочайшей историей, со своими представлениями о мире, разобраться в этом очень сложно и не так много знатоков. И Наташа всегда потрясала этой своей способностью проникнуть в умы этих людей, понять их ментальность. Мы же с ними соприкасаемся, мы с ними взаимодействуем, мы строим какие-то надежды в отношении этих людей. Как правило, мы их не понимали, она их понимала. Я думаю, что не только потому, что она просто как ученый в этом во всем чудесно разбирается, а потому, что она в принципе проницательный человек, разбирающийся вообще в людях и за годы знакомств обратила на это внимание. Красивая женщина, очень интересная, такая замечательно улыбающаяся, она на самом деле видит, что называется, насквозь и понимает, кто перед ней, что это за человек, на что он годится. Это такое редкое, невероятное качество. Потом еще, конечно, поразительное доброжелательность, открытость к миру, готовность помочь, качества, которые всегда были и остались огромной редкостью. Вспоминая Наталью Евгеньевну, многие отмечают, что главным для нее всегда была семья, муж, мама, которая долго болела. Вспоминают о том, что у нее всегда было множество друзей, что она обладала потрясающей коммуникабельностью, о том, каким живым и неподдельным интересным к жизни и окружающему миру она была наделена. Научно-писательский тандем Бажанова всегда был предметом искреннего восхищения Кали. Проведя большую часть жизни в разных странах мира, Бажановы сохранили около 200 томов дневников. В этих заметках в центре событий всегда были наблюдения за жизнью страны и ее людей. Дорогие друзья, я, к сожалению, не имею возможности сегодня быть вместе с вами, поэтому пользуюсь современными технологиями для того, чтобы сердечно поприветствовать всех, кто собрался сегодня в дипломатическом клубе, и особенно те, кто увлечен темой, связанной с женскими портретами людей, женщин, прекрасных женщин, которые были причастны, увлечены в дипломатическую деятельность, ну или, может быть, не напрямую были увлечены, а проявили себя на этом поле. Наталья Евгеньевна человек совершенно особый в череде этих портретов. Человек, который совмещал в себе и мастерство дипломата, и умение исследователя, и натуру широкую, открытую, обаятельную. И в этом смысле, мне кажется, что разговор, который сегодня может состояться о Наталье Евгеньевне Бажанове, он будет и интересным, и поучительным, и полезным, и, может быть, побудит многих, кто пришел сегодня обратиться к ее работам. Их немало, они разнообразны, и я думаю, что все из вас, кто возьмется за книги, которые написаны Натальей Евгеньевной, получат удовольствие от чтения, от встречи с этим уникальным, интересным и очень светлым человеком. Так что хочу пожелать вам доброй встречи сегодня и искренне хочу поприветствовать всех, кто сегодня, пусть вечера, станет другом Натальи Евгеньевны, как и многие из нас, кто знакомствует с юных лет. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok